Доброе утро! У меня половина одиннадцатого пришла с работы после ночной смены и вот такой ранний завтрак, потому что вчера кушал один раз и уже довольно таки проголодала. Сегодня было взвешивание, воскресенье, недельное. Ну, конечно, оно показало значительный плюс по сравнению с вчерашним днем, но это ожидаемо после ночной смены. Взвешусь еще завтра и надеюсь, что водичка сольется. Еще напомню, что эту неделю я не взвешиваю еду, точнее, может быть, где-то и взвешиваю, но не считаю. БЖУ не будет, но ежедневное взвешивание тоже будет. Посмотрю, как идет вес, когда я так сильно не заморачиваюсь с оставлением тарелочки. Сегодня у меня на обед, скорее даже завтра, баклажаны, которые готовила вчера, печень, надо ее уже доедать и такой салатик, он в основном из микрозелени состоит. Здесь микрозелень гороха и крест-салат и немного совсем айсберга. Заправлено уксусом яблочным и маслом аллокадо. Здесь нет никаких десертов, это не потому, что я как-то окстилась или взяла себя в руки. Нет, просто я все их оставляю на вечер. Вечером у меня в планах пищевое разгильдяйство, поэтому на вечер и оставила все вкусности. Сейчас кушаю вот это, тоже вполне вкусный обед, и выпью просто черный кофе. Ну что, девчоночки, я в своем духе продолжаю. Наверное, понятно по сахзаму, по крайней мере, что у меня будет десерт. Моя кето-халва подходит к концу, нужно с заменой. В общем, что я сейчас буду делать? Я буду делать кето-шоколад. Здесь у меня урбич из какао-бобов, чистый горький шоколад. Здесь у меня нерафинированное кокосовое масло, ароматное. Также у меня есть масло сливочное. Далее сахарозаменитель. У нас же десерт. И у меня здесь кокосовая стружка. Такая средняя, ближе даже к мелкой, 50 грамм. Я буду делать шоколадочки маленькие, чисто черный шоколад сладенький. И еще буду делать а-ля батончики баунти. Вот те батончики кокок. Я покупаю, я попробую что-то реализовать. К сожалению, сливок у меня нет. Специально покупать я их не хочу, поэтому буду делать из того, что есть. Я сейчас растоплю сливочное масло, добавлю туда сахзам и кокосовую стружку. Это у меня будет начинка. Распределю по конфеткам. Отдельно просто растоплю вот эти две субстанции. Курбич и масло. Добавлю сахарзам, и это у меня будет шоколад. Им потом покрою конфеты и разолью вот в этой шоколадке. В общем, все просто до безобразия. Надеюсь, также будет вкусно. И что прежде всего важно, это у нас кето-френдли продукты. В принципе, в небольшом количестве можно употреблять. Я приступлю. Буду периодически показывать, что получается и, конечно, результат. Я растопила сливочное масло. Добавляю туда стружку. Сразу же добавляю туда сахзам. Сахзам кладем по вкусу. Я сюда положу целых три нервные ложечки. У меня сахзам один к пяти к сладости сахара. Если есть сливки, то сюда можно добавить сливок, и эта смесь будет гораздо более нежная, более сливочная. У меня нет сливок. Просто повторяю, и поэтому у меня вот так это будет выглядеть. Я сейчас посмотрю, насколько впитается масло и, возможно, добавлю еще масло. Да, скорее всего, мне нужно еще масло, причем нужно его тоже около 50 грамм. Я добавила еще 50 грамм сливочного масла прям куском. Вот сейчас у нас здесь растопится, и я перемешаю. Думаю, этого будет достаточно. Масса по-прежнему рассыпчатая, но потому что масла недостаточно, чтобы прям напитать кокосовую стружку. Тем более она у меня мелкая. Если она будет крупнее, она будет меньше вроде как воды впитывать. Теперь я раскладываю это все по конфеткам, утрамбую, уплотню и, подожду пока застынет, приступлю к приготовлению шоколада. Я растопила кокосовое масло. Здесь у меня курбич и сахзам. Добавлю 3 ложечки. Потом попробую и, возможно, добавлю еще. Курбич очень плохо топится. Ну, как плохо, долго. Поэтому мисочка нагрелась. Он имеет очень насыщенный вкус шоколадный. Я делала себе конфетку, показывала вам один к одному с маслом, и он был очень шоколадным. Поэтому в этот раз делаю один к двуму. Горячо. Так. Теперь основная задача это все вымешать хорошенько. У нас сахзам не очень любит растворяться в чем-то холодном. Но здесь урбич, в принципе, горячий был. Да и масло довольно теплое. Я буду делать формочки для маленьких шоколадок. Тут совсем-совсем легкие они получаются. И буду делать в несколько заходов. Ну, а остальным покрою застывшие кокосовые конфетки. Все. Теперь надо только разлить и так поочередно наполнять, давать застыть и снова наполнять. Конечно, вы можете использовать любую формочку. Это, может быть, формочка для кексов. Я делала себе в одном из предыдущих логов, прям формочки для кексов, такую большущую конфету. И благополучно ее съела. На вкус это никак не влияет, в какой форме вы это будете делать. Я просто раньше занималась выпечкой тортов на заказ, для друзей, для себя. И у меня довольно много таких всяческих молдов, формочек силиконовых. Почему бы не использовать? Не попробовала на сладость. Ну ладно, эта партия будет первая. Сейчас еще попробую. Все. Это я отправляю в холодильник минут на пять. Думаю, застынет быстро эта тоненькая формочка. Когда закончу с шоколадками, покажу, как буду покрывать конфетки. Вот. Достаем шоколадки. Вот такие шоколадки у меня получаются. Конечно, это некомперированный шоколад или что-нибудь в таком духе. Хранить я их буду в морозилке, ну потому что я все какие-то сладости храню в морозилке, так они дольше сохраняются и, мне кажется, лучше хранятся. Все это сложу в боксик, залью повторно. Видите, хрупкая поломалась. Ну ничего страшного. Сейчас и это быстро тает. Видите, значит, это масло все-таки. Это не шоколад, как не какао-масло. Здесь масло кокосовое, оно быстро тает. В общем, я сейчас быстренько это все переложу и уберу в морозилку. Я взяла плоскую тарелку, отлила своего шоколада немножко в мисочку небольшую и пакетик одела обычный, потому что все, что стечет, я потом обязательно соберу, переплавлю и у меня будет тоже конфетки. В общем, ничто не пропадет. Все пойдет в дело. Видите, еще не пробовала. Вот как-то так я просто буду это окунать и вот так класть на застывание. Ну, в общем, вот так я проделаю сейчас со всеми этими конфетками и тоже отправлю их в морозилку или в холодильник, где найду сейчас место. Пусть это застынет. В общем, можно будет дважды, то есть дать им застыть и потом еще раз также окунуть и корочка будет потолще. Посмотрю, как мне больше понравится. В общем, дело это грязное, все везде капает, поэтому сейчас выключаю камеру и все это закончу. Вот такая гора сладостей получилась. Вот конфетки. Я их еще несколько раз обмакивала в шоколадную смесь и последний раз их сушила вверх ногами. Видите, поэтому шапочка еще сверху. Но зато получилась более-менее толстая корочка. И вот такая горка аппетитная кето-шоколада. Вес одной шоколадки 3 грамма. Думаю, несколько штук можно вполне позволить себе. Я сейчас выпью кофе и попробую вот такую конфетку разрезанную и одну шоколадку. Просто я должна знать, что получилось. И я в любом случае не могу себе отказать в этом. Сейчас 3 часа до ужина еще далеко. Вот сегодня у меня будет такой перекус. Не совсем, конечно, правильно. Но вот спешки кулинарных таких экспериментов. Все, сейчас сложу по боксикам и отправлю в морозилку. Добрый вечер. А вот мое обещанное пищевое разглядяйство. Конечно, это не все для меня. Мы будем двоим с мужем. И не факт, что мы все это съедим. Мы даже, мне кажется, не съедим наверняка. Но показываю просто все как есть. Буду отсюда. Это копченая рыбка. Причем двух видов. Не знаю, покупал муж. Угостил меня, потому что знает, как я это люблю. В общем, это от него вкусняшка. Я решила сделать греческий салат. Ну, такую вариацию на тему. Без оливок, потому что муж их не ест. Ну и нарезочков. Тут сыр два вида. Бекон и мои баклажаны. Насчет спиртного, конечно. Собственно, с этого все и началось. Я купила себе в ванночку шампанское. И я решила его выпить. Тут, по-моему, 250 грамм. То есть бокал по большому счету. Началось все с того, что я решила расслабиться и выпить бокал шампанского. Закончилось уже вот таким вот пищевым разглядяйством. Ну и полу без сахара тоже приговорю. Как видите, покупаю маленькую бутылочку и того, и другого. Потому что и колу могу выпить литр. И полтора, может быть, за ветер тоже вполне могу выпить. Так что поэтому взяла сразу маленькую 0,5. Буду отдыхать. Понимаю, что завтра на весы вообще не стоит вставать. Но все равно встану, покажу, у чего стоит ветер вот такого загула. Ну все. Всего доброго. Увидимся уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok